Казахстан 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 Сегодня тут очень Vivian Хазан Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Кто представлял в лицах эти ассоциации? Возможно, вы сели за стол переговоров, выработали какое-то совместное коммунике, пришли к соглашению. И будет ли оно означать то, что вы теперь будете вместе выступать на совместных соревнованиях или что-то другое? Просим пояснить подробнее. Ну, были оба президента всеми ассоциаций ММА, двух крупнейших в мире, то есть первые лица этих организаций. Это говорит о том, что для них самих очень важно найти сейчас диалог для будущего потенциального объединения. У нас состоялись очень плодотворные переговоры с господином Керритом Брауном, который председает ИМАФ. При этом для нас это не первая встреча с ним. Санин Дмитрий Махмедович возил команду на чемпионат мира по ИМАФ в 2015-2016 годах, и у нас даже есть две серебряные медали. Это выявлено в 2015 году на чемпионате мира. То есть мы, по большому счету, все в той или иной степени в одной лодке. С господином Керритом Брауном у нас состоялось несколько встреч, как в присутствии президента всеми ассоциаций ММА Вадима Фенгельштейна, так и с глазу на глаз. У нас полное взаимопонимание по всем вопросам. У нас очень много точек соприкосновения. У нас есть история взаимоотношений в виде успешного выступления наших бойцов на чемпионатах. Поэтому мы рады работать с этими двумя организациями. И сборная нашей страны готова поставлять бойцов на чемпионате обоих организаций. Но мы надеемся, и оба президента надеются, что в скором будущем они объединятся. И наша федерация уже будет представлена мощнейшим составом. И выступать достойно на объединенном чемпионате. Это сейчас наша всеобщая мечта. В ближайшем будущем увидеть объединенные чемпионаты, объединение этих федераций. Потому что только объединившись, данные обе федерации могут претендовать в олимпийскую семью. Иначе так и будет продолжаться. Две федерации будут работать обособленно. И у каждой федерации будет своя повестка, свой чемпионат мира. Конечно же, это никоим образом положительно не скажется на поступательном движении всего любительского ММА. И шансов на попадание, хотя бы претенденты, даже на олимпийские игры абсолютно никаких не будет. Поэтому президенты и богословатин Вадим Фингельштейн и господин Кирид Браун это прекрасно понимают. Это понимаем и мы. Я думаю, что мы внесли очень существенный вклад в проведение нашего чемпионата и приглашение обоих президентов сюда, где Астана, опять же, повторяю, стала очень мощной диалоговой площадкой. И стороны увидели в нас обе стороны. Ну, WMA и так видела уже, и МАФ увидела в нас именно ту организацию, с которой в будущем она и будет работать. Спасибо вам за ответ. Уважаемые коллеги, будут ли еще вопросы? Здравствуйте, Альфия Аймакова, Dixie News Kizet. Вопрос к Марии. Хотелось бы узнать о ваших планах на будущее, поскольку вы в таком молодом возрасте, у вас такое большое достижение, вы стали чемпионкой мира. Спасибо. Насчет будущих достижений я бы хотела выиграть пояс в организации довольно-таки крупной Fight Night, а дальше уже, даст бог, пойду в UFC. И очень хотела бы, чтобы Казахстан был в UFC, потому что, насколько я знаю, в UFC нет бойцов из Казахстана. И мне бы очень хотелось стать бойцом из Казахстана в UFC, как бы представлять свою страну на огромном промоушене, на международном уровне. Спасибо. Да, пожалуйста, следующий вопрос. Опять же вопрос Кайдару Махметову. Скажите, пожалуйста, перспективы попадания на Олимпийские игры, прогноз по годам. Нам хотелось бы поточнее узнать, как вы планируете. Следующая Олимпиада через одну Олимпиаду или как? И второй вопрос к Марии Агаповой. Мария, скажите, как вы настраивались на победу? Борьба была нелегкая. И прокомментируйте, пожалуйста, бои с ключевыми соперниками. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Вопрос очень важный. Если раньше по историческим меркам для попадания в Олимпийскую семью какому-то виду спорта нужно было порядка нескольких десятилетий, по 20-30 лет творца злился. И люди, инициировавшие данный процесс, уже могли составиться и умереть, в прямом смысле слова. Тоже самбо было представлено показателем виновного спорта на Олимпиаде в Москве еще в 80-м году. До сих пор самбо околачивается вокруг Олимпийской семьи, не имея ни малейших шансов на попадание в нее. То сейчас мы все видим, как наши процессы все жизненные убыстряются. Убыстряется темп жизни, убыстряется процесс принятия решений, убыстряется обмен информацией. Информационные подокки идут мощные. Соответственно, это все имеет прямое влияние и на развитие различных видов спорта тоже. То есть это уже не так, как раньше было. Вот вид спорта попал в Олимпийскую семью и все, он может спокойно себе сидеть, почивать на лаврах и 20-30 лет быть там представлен. Сейчас важна динамика, потому что виды спорта должны быть представлены на телевидении. Телевидение – это тот самый большой источник финансовый, который дает самые большие бюджеты. Соответственно, картинка должна быть интересна зрителю. Если она будет интересна зрителю, она будет интересна рекламодателю и телевидение сможет отбивать свои деньги. ММА сейчас, как один из самых быстро растущих видов спорта, ни с всякого сомнения интересен публике, интересен потенциальному рекламодателю. Поэтому, учитывая, как я уже повторял, тот темп жизни, который сейчас убыстрился, и, соответственно, и скорость принятия решений, сейчас Международный комитет, приняв программу «Адженда-2020», они ставят перед собой задачу модернизации видов спорта, входящих в олимпийскую семью и представленных на олимпийских играх. Ни один вид спорта сейчас не может гарантировать попадание на следующую олимпиаду. Карате попало на олимпиаду 2020 года, попало только на одну олимпиаду. Как себя зарекомендует карате, так будет дальше зависеть от того, какие виды спорта попадут туда. Соответственно, ММА, если вот сейчас две федерации объединятся и начнут планомерно работать над попаданием, там есть процесс определенный, он непростой. Есть такая организация, как спорт-аккорд, это объединение, которое входит как олимпийские, так и не олимпийские виды спорта. Довольно мощное объединение. Вот попав сначала в спорт-аккорд, после этого попав во всемирные игры боевых искусств, вот пройдя вот эти все процессы, можно претендовать на победание показательным видом в олимпийские игры. И по мнению господина Керрида Брауна и Вадима Фингиевича, самая ближайшая задача и самая ближайшая обозримая цель на попадание – это олимпиада 2028 года в Лос-Анджелесе. Потому что Лос-Анджелес – это мекка боевых единоборств, мекка ММА, вообще в целом Калифорния. И, конечно же, американцы обязательно постараются использовать этот шанс дома, чтобы включить ММА хотя бы показательным видом спорта. Самая мощнейшая организация UFC, она поддерживает, она является спонсором, ИМАФ, и поставила перед ними задачу на попадание в олимпийские игры. И я думаю, что если процесс будет идти так же положительный и поступательный, как он идет сейчас, и две федерации объединятся, то есть все шансы быть представленным показательным видом спорта на олимпиаде 2028 в Лос-Анджелесе. Как вы настраивались на победу? И второй вопрос. Прокомментируйте бои с ключевыми соперницами. Ну, настой у меня был очень заряженный, потому что меня поддерживал весь Казахстан. Очень много людей из моего клуба Ахмата, они приехали из Павлодара, чтобы поддержать меня. И мы собрались в большой команде, и как бы очень была большая поддержка, и была ответственность перед этими людьми, то, что я очень хотела выиграть, как бы не огорчить их. Вот, и насчет ключевых моментов боя, то тяжелый бой был. Победа очень тяжело далась, как бы не было сил совершенно, но я все равно их находила. Наверное, брала силы из этой, из той самой поддержки, которая царила в зале, то, что все скандировали Казахстан, и очень не хотелось подводить свою страну. И поэтому во имя страны я вырвала эту победу, постаралась очень. Я уточню, извиняюсь, назовите, пожалуйста, своего тренера, и второе, назовите своих ключевых соперниц, имена. Мой тренер Ренат Бахитов, ключевая соперница была Татьяна Чулкова из России, и Лилия Казак из Белоруссии. Спасибо за ответ. 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 Спасибо, Рахмет. Спасибо за ответ. 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 Спасибо за ответ.